839. Слово шестое. Видели вы Божию силу? Видели Божие человеколюбие? Силу в том, что Бог потряс вселенную. Человеколюбие в том, что падающий ее остановил, а лучше в том и другом, и силу, и человеколюбие. И потрясти и остановить – дело силы и человеколюбия. Потому что Он поколебал вселенную и утвердил ее, и колебавшуюся ее, и готовую упасть, восстановил. Но хотя землетрясение миновало, страх пусть остается. Колебание прошло, а благоговение пусть не проходит. Три дня мы молились, но не прекратим нашего усердия. Зато постигло нас землетрясение за нерадение наше. Мы вознерадели и вызвали землетрясение, исправились и отклонили Божий гнев. Не будем же опять предаваться нерадению, чтобы опять не вызвать гнева и наказания. Бог не хочет смерти грешника, но чтобы он обратился и жив был. Видели вы бренность рода человеческого? Когда происходило землетрясение, я размышлял сам с собой так. Где хищничество? Где любостяжание? Где могущество? Где высокомерие? Где господство? Где угнетение? Где разграбление бедных? Где тщеславие богатых? Где власть начальников? Где угрозы? Где страхи? Одна минута времени, и все расторглось легче паутины. Все это расстроилось. И был плач в городе, и все бежали в церковь. Подумайте, что было бы с нами, если бы Богу угодно было все не испровергнуть. Говорю это для того, чтобы постоянно жив был в вас страх от случившегося, и укреплял умы всех. Потряс Господь землю, но не не испроверг. Потому что если бы хотел не испровергнуть, то не потряс бы. Но так как он того не хотел, то землетрясение, как глашатый, предвозвещающий всем гнев Божий, предварительно произошло, чтобы мы, от страха сделавшись лучшими, отклонили от себя наказание на деле. Так поступил он и с иноплеменниками. Еще три дня, и Ниневия будет разрушена. Почему же не разрушаешь? Грозишь не испровергнуть, почему же не не испровергаешь? Так как я хочу не испровергнуть, то и угрожаю. Для чего же говоришь? Чтобы не сделать того, что говорю. Пусть словом предупреждено и отвращено будет дело. Еще три дня, и Ниневия будет разрушена, говорил тогда пророк. А ныне издают голос стены. Говорю это, и не перестану говорить и бедным, и богатым. Подумайте, как велик гнев Божий, как все ему легко и удобно. Отстанем же от пороков. В краткую минуту времени он так сокрушил душу и ум каждого и потряс основание сердца. Подумаем же, что в тот страшный день, когда будет не одна минута времени, но бесконечные веки и потоки огня, и грозный гнев, и силы, влекущие на суд, и страшный престол, и нелицеприятное судилище, и дела каждого предстанут передочи. И никто не будет заступником, ни сосед, ни ритор, ни сродник, ни брат, ни отец, ни мать, ни иноплеменник, ни кто-либо другой. Что тогда скажи мне, мы будем делать? Навожу на вас страх, чтобы устроить ваше спасение. Я сделал учение более резким, чем железо, чтобы каждый из вас, имеющий язву, освободился от нее. Не всегда ли я говорил, и ныне говорю, и не перестану говорить, доколе вы будете привязаны к настоящему? Ко всем говорю, но особенно к недужным и невнимающим тому, что говорится. Или лучше, это слово полезно тому и другому. Больному для выздоровления, здоровому для избежания болезни. Доколе деньги, доколе богатство, доколе великолепие зданий, доколе неистовство в бездушной любви к удовольствиям. Вот пришло землетрясение. Какую пользу принесло богатство? Труд того и другого пропал. Погибло имущество вместе с владением, дом вместе со строителем. Город сделался общим для всех, гробом, устроенным внезапно не руками мастеров, но несчастным случаем. Где богатство? Где любостяжание? Видите ли, как все оказалось ничтожнее паутины? Восемьсот сорок. Но скажешь мне, какая польза от слов твоих? Есть польза, если кто слушает меня. Я делаю свое. Сеятель сеет. Вышел сеятель сеет, и пали семена. Одни подли дороги, другие на камень, иные на терни, а иные на добрую землю. Три части семян погибли, одна только сохранилась. Однако же сеятель не отстал от земледелия. Но так как одна часть сохранилась, то и не перестал трудиться над землею. И теперь невероятно, чтобы семя, повергаемое в такое множество слушателей, не принесло мне колоса. Если не все послушают, половина послушает. Если не половина, то третья часть. Если не третья часть, то десятая. Если не десятая, то хотя один из такого множества послушает, лишь бы послушал. Немаловажно спасти и одну овцу, так и тот пастырь, оставив девяносто девять овец, пошел за одной заблудшую. Я не пренебрегаю человеком. Хотя бы он был один. Но это человек, живое существо, любезнейшее Богу. Хотя бы он был раб, я не считаю его достойным презрения. Потому что не звание ищу, а добродетели. Ни господство, ни рабство. А души. Хотя бы он был один. Но это человек, для которого небо распостерто, и солнце сияет, и луна течет, и воздух разлит, и источники бегут, и море расширено, и пророки посылались, и закон дан. Но для чего перечислять все? Для которого единородный Сын Божий соделался человеком. Владыка мой был заклан, и пролил кровь свою за человека, и я ли буду пренебрегать им? Какое будет мне прощение? Не слышите ли, что Господь разговаривал с самарянкою и изрек множество слов? Он не презрел ее за то, что она была самарянка, но оказал к ней внимание, потому что она имела душу, не пренебрег ей за то, что она была блудница, но приложил великое о ней попечение, потому что и она могла быть спасена и показала веру. Не перестану говорить, и я хотя бы никто не слушал. Я врач и предлагаю врачество. Я учитель и должен увещевать, потому что, говорит Господь, стражем поставил я тебя для дома Израилева. Никого не исправлю. Что же такое? Я не лишусь награды. Впрочем, это сказал я по преувеличению. Невероятно, чтобы в таком множестве никто не исправился. Но таковы отговорки и предлоги нерадивых слушателей. Каждодневно говорят, я слушаю и не делаю. Слушай, хотя бы ты и не делал. Потому что от слушания доходит и до делания. Хотя бы ты и не делал, но будешь стыдиться за грех. Хотя бы и не делал, но переменишь образ мыслей. Хотя бы и не делал, но будешь осуждать себя за то, что не делаешь. А откуда это твое осуждение самого себя? Оно плод моих слов. Когда ты скажешь, увы, я слышал и не делаю. Это, увы, есть начало перемены к лучшему. Ты согрешил и поплакал, этим ты загладил грех. Потому что написано, скажи и в беззаконе твои прежде, чтобы оправдаться. Лишь бы ты печалился и скорбел. Эта скорбь ведет ко спасению не по своему свойству, но по человеколюбию владыки. Для имеющего грехи немалым служит облегчением скорбь о самом себе. Ибо видел, говорит Господь, что опечалился и пошел поникший и простил его. О, неизреченное человеколюбие! О, неизъяснимая благость! Он опечалился, и я исцелил его. Что же особенного в том, что он опечалился? Ничего особенного. Но я нашел в том повод исцелить печали его. Видите ли, как он в краткую минуту времени все совместил. Размышляйте же непрестанно о том вечере землетрясения. Все другие устрашили землетрясение, а я устрашился причиной его. Понимаете, что я сказал? Другие боялись, чтобы не обрушился город и чтобы они не погибли. А я устрашился того, что владыка гневается на нас, потому что не умер тяжко. Не умереть тяжко, но тяжко разгневать владыку. Так я убоялся не землетрясения, а причины землетрясения. Причина землетрясения есть гнев Божий, а причина этого гнева грехи наши. Никогда не бойся наказания, но бойся греха, навлекающего наказание. Трясется город, что же такое? Пусть только не колеблется душа твоя. Так и в случае болезни и ран мы оплакиваем не тех, которые лечатся, но больных неизлечимо. А грех есть то же, что болезнь. И рана, и наказание, то же, что отсечение, и врачевание. 842 тонн 1. Поняли ли вы, что я говорю? Будьте внимательны. Хочу преподать вам любомудрое наставление. Почему мы оплакиваем, наказываем их, а не согрешающих? Не так тяжко наказание, как тяжек грех. Потому что грех есть причина наказания. И так, когда ты увидишь какого-нибудь человека, имеющего гнилую рану, у которого из тела выходят черви и гной, и который оставляет без внимания эту язву и гниение, а другого такого, который, страдая тем же, пользуется пособием врачей, допускает прижигание и отсечение, и пьет горькие лекарства, то которого из них ты будешь оплакивать? Скажи мне, того ли, который болен и не лечится? Или того, который болен и лечится? Очевидно того, который болен и не лечится. Подобным образом пусть будут два грешника. Один наказываемый, а другой ненаказываемый. Не говорит от блажен, потому что богат, грабит сирот, утесняет вдов, не болеет, и при грабительстве своем пользуется хорошим мнением, наслаждается почестью и властью, не испытывает ни одного из человеческих бедствий, ни горячки, ни чахотки, ни другой какой-либо болезни. У него сон детей, маститая старость, но его-то преимущественно и оплакивай, потому что он и болен, и не лечится. Как? Я скажу. Если увидишь человека, одержимого водяною, водянкой, у которого от болезни селезенки раздулось тело, но который не спешит к врачу, а постоянно употребляет холодное питье, имеет роскошную трапезу, каждый день упивается, окружен прислужниками и усиливает свою болезнь, то скажи мне, блаженным ли считаешь его или несчастным? А если увидишь другого, одержимого водяною, но пользующегося пособием врачей, изнуряющего себя голодом, отказывающего себя во многом, постоянно принимающего горькие лекарства, которые хотя неприятны, но этой неприятности способствуют здоровью, то не станешь ли ты ублажать этого человека более чем того? Разумеется, потому что тот болен и не лечится, а этот болен и пользуется врачеванием. Но лечение неприятно, зато конец его полезен. Так бывает и в настоящей жизни. Перенесись мыслью от тел к душам, от болезней к грехам, от горечи лекарств к наказаниям и суду Божию. Ибо наказание от Бога есть то же, что и лекарство от врача, отсечение и прижигание. Как огонь через многократные прикосновения прижигает рану и останавливает ее развитие, и как железо отсекает гнилость, причиняя боль, но доставляя пользу, так и голод, и моровые язвы, и все кажущиеся бедствия насылаются на душу вместо железа и огня, чтобы остановить, как это бывает с телами, развитие ее болезней и сделать ее лучшую. Опять, пусть будут два блудодея, допустим, это на словах для примера, два блудодея, но один богатый, а другой бедный. Который из них имеет больше надежд на спасение? Разумеется, бедный. Не говори же, этот богач прелюбодействует и богатеет, и поэтому ублажаю его. Скорее надлежало бы тебе ублажать его тогда, когда бы он, блудодействуя, был беден и терпел голод, потому что он невольно имел бы в бедности учительницу любомудрия. Когда ты увидишь порочного благоденствующим, плачь, потому что здесь два несчастья, и болезнь, и несцельность. Когда же увидишь порочного в несчастье, утешайся. Не потому только, что он становится лучшим, но и потому, что заглаждаются здесь многие из грехов его. Слушай внимательно мое слово. Многие из людей и здесь наказываются, и там осуждаются. Другие только здесь, а иные только там. Пойми это учение, потому что если хорошо выразумеешь слова мои, они избавят ум твой от многих смятений. Но если угодно, представим сперва такого человека, который там наказывается, а здесь наслаждается весельем. Пусть и богатые, и бедные внимают моим словам, ибо это учение полезно и тем, и другим. Что многие осуждаются и здесь, и там, об этом выслушай, как говорит Христос. Когда же войдете в город, то приветствуйте его, говоря, мир дому сему. Если будет в доме достойное, то мир придет ваш на них, а если же будут недостойны, то мир ваш возвратится к вам. Если не примут там вас и не послушают слов ваших, то, исходя из города того, отрясите и прах от ног ваших. Истинно, говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суди, нежели городу тому. Ибо город тот, в который вы войдете, испытываете в нем, кто достоин есть, и там пребываете, доколе выйдете. Отсюда явно, что жители Содома и Гоморры и здесь были осуждены, и там наказываются. Ибо когда говорит Господь, что отраднее будет садомлянам, чем этим людям, то показывает, что те, хотя и наказываются, но не так, как эти. Еще есть такие, которые наказываются только здесь, как и тот прелюбодей, о котором блаженный Павел в послании к Коринфянам говорил так, у вас же слышно такое блудодеяние, о котором не слышно даже у язычников. Видишь ли, как здесь этот наказывается, а там не наказывается. Так как здесь наказано было тело его, то там он уже не наказывается. Наконец хочу показать такого человека, который здесь веселился, а там наказывается. Некоторый человек был богат. Вы уже наперед видите ход этого повествования, но подождите окончание слова. Конечно, мне честь, а вам похвала за то, что когда только еще сеются начатки, вы уже собираете колоссия. Постоянное слушание по учению сделало вас учителями, но так как с вами вошли сюда и некоторые чужие, то не спешите, но подождите хромлющих. В церковь есть тело, есть в ней глаз, есть и голова. Как если пяту уколит терния, глаз преклоняется вниз, потому что он есть член тела, и не говорит, я, восседая на высоте, презираю низший член, но преклоняется, оставляя свою высоту, что ниже пяты, или благороднее глаза. Однако это неравенство исправляется сочувствием, и все соединяется любовью. Так и ты поступай. Если ты быстро и приготовлен к слушанию, но имеешь брата, который не может следовать за тем, что предлагается следить, глаз твой пусть преклонится к пике, пусть окажется страдание к хромлющему члену, чтобы он от твоей быстроты и своей медлительности не остался без научения. Не злоупотребляй твоим разумением к его погибели, но благодари Бога за твою быстроту. Ты богат? Радуюсь и восхищаюсь, но тот еще беден, пусть же не остается он в бедности вследствие твоего богатства. У него есть терния, неспокойный помысл. Не зайди же к нему и исторгни терния. Что же говорит Господь? Некоторый человек был богат по имени, а не на самом деле. Некоторый человек был богат и одевался в парфиру, предлагал роскошную трапезу, имея чаши с вином, украшения венками, устроял каждый день пиршество. Другой же некто нищий именем Лазарь. А где имя богача? Нигде, он без имени. Сколько богатства, а у самого нет имени. Какое же это богатство? не имеющееся листьями, но не имеюще плода, дуб, распростершийся в высоту, но дающий желуди в пищу бессловесным. Человек, не имеющий плода человеческого. Где богатство и хищничество, там виден волк. Где богатство и свирепость, там вижу льва, а не человека. Он погубил свое благородство неблагородством пороков. Некоторый человек был богат и каждодневно облачался в парфиру, а в душе был покрыт паутиной, дышал благовониями, а исполнен был зловония. Предлагал роскошную трапезу, кормил тунеядцев, льстецов, утучнял рабыню плоть, а госпожу душу оставлял изнуряться голодом. Дом у него был украшен венками, а основание состояло из извести греха, душа была погружена в вине. И так этот богат имел роскошную трапезу и украшенной венками чаши вина, кормил тунеядцев, льстецов. Это непотребное сборище дьявольское. Этих волков, которые пленяют многих из богачей, насыщая собственное чрево, устрояют их погибель, великой услужливостью и лестью истребляют их богатство. Не погрешит, кто назовет волками таких людей, которые, выставляя богача перед всеми, как овцу, превозносят его похвалами, надмивают величаниями и не дают ему увидеть собственную рану, но ослепляет его ум и увеличивает его гнилость. Потом, как наступит перемена обстоятельств, эти друзья убегают и остаемся со страждущими мы, обличающие, а те притворные личности скрываются, как это и ныне часто бывает. 845 том 1 Итак, этот богач кормил тунеядцев и льстецов, обратил дом свой в театр, наполнил каждого вином, жил в великом благоденстве, а другой некто, лазарь, покрытый ранами, сидел у ворот богача и желал крупиц от трапезы его. Возле источника он томился жажды, возле изобилия голодал. И где он брошен был? Ни на распуте, ни на улице, ни в переулке, ни среди площади, но в воротах богача, которыми этот должен был и входить, и выходить, дабы не говорил, я не видал, не приметил, мои глаза не досмотрели. При входе твоем лежит жемчужина в грязи, и ты не видишь. Врач у ворот, и ты не лечишься. Кормь щи в пристани, и ты терпишь кораблекрушение. Кормишь тунеядцев, а бедных не питаешь. Это было тогда, но бывает и теперь. Для того и написано это, чтобы потомки научились от этих событий и не подверглись тому, чему подвергся богач. Итак, лежал в воротах бедный, бедный по внешности, но богатый внутренно, лежал покрытый ранами на теле, как сокровище, у которого наверху терния, а внизу жемчужины. Какой ему вред от болезни тела, когда душа здорова, пусть слышат это бедные и не сокрушается унынием, пусть слышат богатые и отстанут от нечестия. Для того и предложены нам эти два образца богатства и бедности, жестокости и мужества, любостяжательности и терпения, чтобы ты, когда увидишь бедного в ранах и пренебрежении, не называл его жалким, и когда увидишь богатого в блеске, не притчи, когда будет смущать тебя колебание помыслов, беги в эту пристань, получи утешение от этого повествования, представь лазаря пренебрегаемого, представь богача благоденствующего и наслаждающегося роскошью, и никакое событие в жизни пусть не смущает тебя. Если ты будешь иметь верное суждение, то не потопят тебя волны, не погрузится ладья твоя, если благоразумным будешь различать свойства вещей. Для чего ты говоришь мне, тело мое в бедственном положении, если бы ум твой был бы не поврежден. Такой то богат и нечестив, что же такое? Нечести не подлежит чувствам, не судит человеке по внешности, но по внутренним его качествам. Когда ты видишь дерево, что рассматриваешь в нем, листья или плод, так и в отношении к человеку. Когда видишь человека, то суди о нем не по внешним, а внутренним его качествам. Рассматривай плод, а не листья. Не дикая ли это маслина, хотя и считается настоящей маслиной, не волк ли это, хотя и считается человеком. Узнавай человека не по телесной его природе, но по произволению, не по виду, но по образу мыслей. И не только по образу мыслей, но разведай и жизнь его. Если он нищелюбив, то он человек. Если же предан торговым оборотам, то он дуб. Если свиреп сердцем, то он лев. Если хищник, то волк. Если коварен, то аспит. Но скажешь, я человека ищу. Для чего же ты показываешь мне зверя вместо человека? Познай, в чем состоит доблесть человека, и не смущайся. Итак, Лазарь лежал при воротах, покрытый ранами, мучимый голодом. Псы приходили и лизали раны его. Псы были человеколюбивее человека, лизали раны Лазаря, снимали и очищали гной. А он лежал поверженный, как золото в печи, делаясь более блестящим. Не говорил, как говорят многие из бедных, это ли промышление? Разве Бог взирает на дела человеческие? Я при праведности беден, а этот при неправедности богат? Ничего подобного он не помыслил, но предавался непостижимому человеколюбию Божию, очищая свою душу, перенося страдания и являя терпение. Лежа телом, но стремясь умом, окрыляясь мыслью, готовясь получить награду, удалившись от зла и сделавшись образцом добра. Он не говорил, тунеядцы наслаждаются до излишества, а я не удостаиваюсь и крупиц. Но что, благодарил и прославлял Бога. Умер человек, умер богач и был похоронен. Отошел и лазарь, не скажу умер, потому что смерть богача была действительно смертью и погребением, а смерть бедного отшествием и приставлением к лучшему, переходом в поприще борьбы к наградам, из моря в пристань, от сражения к торжеству, от подвигов к венцу. Отошли оба туда, где предметы имеют истинный вид. Театр закрылся и маски сняты. На здешнем театре в самый полдень употребляются завесы, и многие являются на сцене в чужом виде и с масками на лице, пересказывают старую басень и повествуют о тогдашних делах. Иной представляется философом, не будучи философом, иной царем, не будучи царем, но только имея вид царя по содержанию басни. Иной врачом, не умея управиться и с деревом, но только надевший платье врача. Иной рабом, будучи свободным, иной учителем, не зная и грамоты, представляются не тем, что они есть на самом деле, а что они действительно, тем не показываются. Показывается врачом тот, кто вовсе не врач. Показывается философом тот, кто только на маске имеет философскую прическу. Показывается воином тот, у кого только платье воина. Но как не обманчив вид маски, он не изменяет природы, которую действительность извращает. Маски держатся, пока увеселяющиеся сидят в театре. Но когда наступит вечер, театр закроется и все разойдутся, тогда маски сбрасываются, и кто в театре представлялся царем, вне его оказывается медником. Маски сброшены, обман прошел, открылась истина. И оказывается вне театра рабом, кто внутри его представлялся свободным. Внутри театра, как я сказал, обман, а вне истина. Настал вечер, кончилось зрелище и открылась истина. Так и в жизни и при кончине. Настоящая театр. Здесь не предметы, обманчивая внешность, и богатство, и бедность, и власть, и подвластность и тому подобное. А когда окончится этот день, и наступит та страшная ночь, или лучше день, ночь для грешников, а день для праведников, когда закроется театр, когда обманчивые виды будут отброшены, когда будет судим каждый по своим делам, не с богатством своим, не со властью своей, не с почестями и могуществом своим, но каждый с делами своими, и начальник, и царь, и женщина, и мужчина, когда судья спросит нас о жизни и добрых делах, а не о важности званий, не о низком состоянии бедности, не о высоком состоянии надменности, и скажет, подай мне дела, хотя ты был раб, лучше, чем у свободного, хотя ты была женщина, более мужественная, чем у мужчины, когда отброшены будут обманчивые внешности, тогда обнаружатся и богатый, и бедный, и как здесь, по окончании театра, иной из сидевших вверху, увидев театральным философом медника, говорит, эээ, не был ли этот в театре философом, а теперь вижу его медником, этот не был ли там царем, а здесь вижу в нем какого-то низкого человека, этот не был ли там богачом, а здесь вижу его бедным, так будет, и там, 848, не распространяю речи, чтобы слушателей не привести в замешательство обилием сказанного, но хочу представить обманчивость зрелища только в двух лицах, я представил два лица, чтобы через них проложить вам дорогу и дать направление, я расширил мысль вашу изображением настоящей жизни, чтобы каждый мог познать различия вещей, и так, два лица, одно представлял богатый, а другое бедный, лицо бедного лазарь, лицо богатого богач, видимые предметы, мнимые лица, они действительные, оба они отошли туда, и богатый, и бедный, лазаря приняли ангелы, после псов ангелы, после ворот богача лона аврамова, после голода нескончаемое изобилие, после скорби непрестанная радость, а богача после богатства постигла бедность, после роскошной трапезы, наказание и мучения, после наслаждений невыносимые скорби, и посмотри, что делается, они отошли туда, и зрелище прекратилось, маски сняты, и являются наконец действительные лица, оба они отошли туда, и богач, сгорая в огне, видит лазаря на лоне аврамовом, благодушествующим, наслаждающимся, веселящимся, и говорит, отче аврааме, пошли лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени всем, что же, авраам, чадо, ты получил доброе твое в жизни твое, а лазарь злое, ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь, и сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят, будьте внимательны, потому что слово об этом полезно, оно устрашает, но и очищает, огорчает, но и исправляет, прими то, что говорится, богач, находясь в муках, взглянул и увидел лазаря, увидел новые предметы, в твоих воротах был он каждый день, не раз ты входил и выходил и не видел его, а теперь, находясь в пламени, видишь издали, когда ты жил в богатстве, когда в твоей воле было видеть, ты не хотел видеть его, а чего же теперь ты так зорко видишь, не в воротах ли твоих он был, как же ты не видел его, вблизи не видел его, а теперь издали видишь, когда между вами такая пропасть, и что он делает, Авраама называет отцом, как ты называешь отцом того, кому не подражал в гостеприимстве, этот называет его отцом, а тот его чадом, имена родственные, но помощи никакой, впрочем, Господь произносит эти названия, чтобы вы знали, что от родства нет никакой пользы, благородство не знатности предков, но в добродетельных нравах, не говори мне, отец у меня консул, что мне в этом, не о том речь, отнюдь не говори мне, отец у меня консул, хотя бы твоим отцом был апостол Павел, а братьями мученики, но если ты не подражаешь их добродетели, то нет тебе никакой пользы от такого родства, а скорее оно повредит тебе и послужит к осуждению, мать моя, говоришь, милосердая, а что от этого тебе, бесчеловечному, ее человеколюбие увеличивает виновность твоего злонравия, что говорил Иоанн Креститель к народу иудейскому, сотворите достойные плоды покаяния и не думайте говорить себе, что отец у нас Авраам, ты имеешь знаменитого предка, если ты будешь подражать ему, то получишь пользу, но если не будешь подражать, то знаменитый предок будет твоим обвинителем за то, что ты от доброго корня вышел горьким плодом, никогда не называй блаженным человека, имеющего родственником праведника, если он не подражает его правом нравом, мать у тебя святая, тебе ничего от этого, мать у тебя порочная, и из этого тебе ничего, как добродетель той не приносит тебе пользы, если не подражаешь ее добродетели, так и порочность этой не вредит тебе, если ты не предан порокам, как там больше осуждения тебе, потому что имея у себя образец, ты не подражал добродетели, так и здесь больше тебе похвалы, что имея порочную мать, ты не подражал ее порокам, но от горького корня вышел сладким плодом, не знаменитость предков требуется от нас, а добродетельный образ жизни, я и раба назову благородным, и господина достойным цепей, когда узнаю образ жизни, и знатный для меня неблагороденность имеет рабскую душу, ибо кто действительно раб, кроме совершающего грехи, другое рабство зависит от неблагоприятных обстоятельств, а это рабство заключается в развращении сердца, так как и в начале отсюда произошло рабство, 849, в древности не было раба, Бог, созидая человека, сотворил его не рабом, но свободным, он сотворил Адама и Еву, и оба они были свободны, откуда же произошло рабство, род человеческий уклонился от правого пути, приступив меру в желаниях, дошел до развращения, а как это послушай, настал потоп, общее крушение вселенной, отворились окна небесные и разверзлись бездны, все стало водою, все видимое разложилось на стихи и развелось, земли не было видно, но все стало морем на основании гнева Божия, повсюду были волны, повсюду моря, высоко поднимались горы, но море и их покрыло, и было только море и небо, род человеческий погиб, и осталась лишь искра рода нашего Ной, искра посреди моря, однако не погасшая, заключавшая в себе начатки рода нашего жену и детей с голубем и вороном и всеми прочими существами, и были все внутри ковчега и ковчег носился поверх воды среди бури и не подвергся крушению, потому что кормщем его был владыка всего, не доски спасли его, а крепкая десница Божия, и посмотри на чудо, когда омылась земля, когда потреблены были делавшие зло, когда укоротилась буря, явились верхи гор, ковчег сел, Ной выпустил голубя, но в изложенном событии заключались тайны. Прошедшее было прообразом будущего, именно ковчег церковь, Ной Христос, голубь Дух Святый, масличное ветер Человеколюбие Божие. Кроткое животное было выпущено и удалилось от ковчега, но то образ, а ныне истина. Посмотри же на превосходство истины. Как ковчег спасал среди моря бывших внутри его, так и церковь спасает всех блуждающих, но ковчег только спасал, а церковь делает нечто большее, например ковчег принял в себя бессловесных и спас их бессловесными, церковь приняла неразумных людей и не только спасает их, но и преобразует. Ковчег принял ворона и выпустил ворона. Церковь принимает ворона, а выпускает его голубем. Принимает волка, а выпускает его овцой. Когда войдет сюда человек хищный, корыстолюбивый и послушает вещание божественного учения, то переменяет образ мысли и из волка делается овцой. Волк похищает и чужое, а овца уступает и свою шерсть. Ковчег остановился, и отворились его двери. Ной вышел, спасшись от потопления, и увидел землю опустошенную. Увидел гробницу, образовавшуюся из грязи, общую гробницу для скотов и людей, в которой все тела лошадей были зарыты. Посмотрел он на это печальное зрелище, посмотрел на землю, преисполненную бедствием, и впал с великой унынием. Все погибли, ни человек, ни скот, ни другой какой-либо из существ, оставшихся вне ковчега, не спаслись. Он видел только небо. Мучимый унынием и удручаемый скорбью, он выпил вина и предался снуть, чтобы облегчилось раной уныния. Лежал он на ложе, предавшись сну, как врачу, чтобы произвести в уме забвение случившимся, как это бывает состарившимся, пьющим вино и предающимся сну. Надо бы сказать в оправдание праведника, что случившееся с ним произошло не от пьянства и страсти, но он просто врачевал свою рану. Так и Соломон говорил, «Дайте секеры, находящимся в печали, и вино, находящимся в болезни». Притча 31.6 Посему многие из людей, особенно во время похорон, когда кто лишится сына или жены, когда скорбь терзает и уныние одолевает, и сознание этого оказывает свою силу, берут друзей в дом свой и устрояют обильный пир, и подается вино опечаленному, чтобы облегчилась рана его. То же случилось тогда и с этим старцем. Мучимый унынием, он употребил вино как лекарство и от вина склонился ко сну. Но вам надо бы узнать, откуда произошло рабство. Спустя немного времени взошел проклятый сын его, сын его по природе, а не сын по нраву. Опять называю благородством незнатность предков, но добродетельный нрав. Вошедший сын увидел наготу отца. Следовало бы прикрыть его, накрыть платьем ради старости, ради горя, ради несчастья, ради того, что это отец его. А он вышедший разгласил и сделал из того печальное зрелище. Но прочие его братья, взяв одежду, вошли, смотря назад, чтобы не видеть того, о чем тот разглашал, и прикрыли отца. Отец, ставший, узнал все и начал говорить, «Проклят Ханаан, отрок, раб будет братьям своим». Смысл слов его такой. Ты будешь рабом, потому что обнаружил срамоту отца своего. Видишь ли, что рабство от греха, что от нечестия произошло рабство. Хочешь ли я покажу тебе освобождение от рабства? Был некто Анисим, раб, презренный беглец. Он убежал и пришел к Павлу, принял крещение, омыл грехи и остался у ног апостола. Павел пишет господине его, «Анисим был некогда негоден тебе, а ныне же годен тебе, и мне, прими его, как меня». Что же произошло? «Которого я родил в узах моих». Филимонус, стих 10. «Видишь ли благородство?» 851. «Видишь ли, что нрав поставляет свободу?» Раб и свободный, суть простые названия. Что такое раб? Одно название. Сколько господ лежат пьяные на постели, а слуги стоят под них трезвые. Когда же, кого же назвать рабом, трезвого или пьяного? Раба ли, служащего человеку, или пленника страсти? У того рабство внешнее, а этот внутри себя носит невольничество. Говорю это и не перестану говорить, чтобы вы имели понятие о вещах, соответствующие природе их, и не увлекались заблуждением толпы, но знали, что такое раб, что бедный, что неблагородный, что блаженный, что страсть. Если вы научитесь различать это, то не подвергнетесь никакому смятению. Впрочем, чтобы слово, слишком распространяясь, не уклонилось, к постороннему обратимся к предмету. Итак, этот богач наконец стал бедным, или лучше он был беден, и тогда, когда был богат. Ибо что пользует человеку, если он имеет чужое, а своего не имеет? Что пользует человеку, приобреть деньги, а не приобреть добродетели? Для чего ты берешь чужое, а свое теряешь? Я имею, скажешь ты, землю плодоносную, что же такое, но не имеешь души плодоносной. Имею рабов, но не имеешь добродетели. Имею одежды, но ты не приобрел благочестия. Чужое имеешь, а своего не имеешь. Если бы кто верил тебе залог, разве я мог бы назвать тебя богатым? Никак. Почему? Потому что ты владеешь чужим, потому что это залог. И о, если бы это было только залогом, а не прибавлением к твоему наказанию. Итак, богач, увидев Лазарь, говорит, отче Аврааме, жалься надо мною. Слова бедного, нищего, убогого, отче Аврааме, помилуй меня. Чего ты хочешь? Пошли, Лазаре. Мимо кого тысячу раз ты проходил, на кого и взглянуть не хотел, того теперь просишь послать к тебе для спасения. Пошли, Лазаре. А где теперь твои виночерпии? Где ковры? Где тунеядцы? Где льстецы? Где надменность? Где гордость? Где закованное золото? Где одежды, изъеденные молью? Где серебро, почитаемое тобою? Где блеск и наслаждение? То были листья. Настала зима, и все они посохли. То было сновидение. Наступил день, и сновидение улетело. То была тень. Пришла действительность, и тень исчезла. Пошли, Лазаре. Но почему богаче видеть ни другого какого праведника, ни Ноя, ни Якова, ни Лота, ни Исаака, но Авраама? Почему? Потому что Авраам был странно приимный и привлекал прохожих в свою палатку. Любовь его к странникам становится более сильной обвинительницей бесчеловечья богача. Пошли, Лазаре. Слыша это, возлюбленные, убоимся, как бы и нам увидеть бедных не пройти мимо их, чтобы вместо одного Лазаря не было у нас тогда много обвинителей. Пошли, Лазаре, чтобы мочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени всем. Но какую меру и мерите, такую возмерится вам. Ты не дал крупиц, не получишь и капли. Пошли, Лазаре, чтобы он намочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени. Что же ему Авраам? Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. Здесь опять он не сказал, принял, но восприял. Большую разность делает приложение предлога. Много раз говорил я вам, возлюбленные, что надо бы нам принимать во внимание и слоги, потому что сказано «испытывайте Писание, исследуйте». Часто и одна иота или одна черта возбуждает мысль. Если же хочешь убедиться, что и прибавление одной буквы дает мысль, то этот патриарх Авраам прежде назывался Авраамом и сказал ему Бог «Не будет тебе имя Авраам, но Авраам прибавил букву А и сделал его отцом многих народов». Вот как, прибавка одной буквы показала великое благородство патриарха. Итак, не пробегайте этого без внимания. Он не сказал «приял, благая твоя, но восприял, а кто восприемли, тот получает должное ему». Обрати внимание на то, что я говорю. Иное дело принять, а иное воспринять. Восприемли то, что имели, а принимает иногда то, чего не имели. «Воспринял доброе твое, а лазарь злое». Вот и богаче воспринял благая своя, а лазарь злое. Все это сказано мною ввиду тех, которые наказываются здесь, а не там, и тех, которые здесь веселятся, а там наказываются. «Внимай же тому, что я говорю, воспринял доброе твое, а лазарь злое, должное им, что следовало им». Обратите внимание на этот предмет, а я, по пословице, спешу к месту, дай мне окончить ткань. Но не смущайтесь. При самом начале, когда я говорю что-нибудь подобное, подождите конца. Хочу изощрить ваш взор и неповершенностно занимать вас, но не звести в глубину божественных писаний, в глубину недоступной бури, в глубину более безопасной, чем тихая поверхность. Чем ниже спустишься, тем больше найдешь безопасность, потому что здесь не беспорядочное волнение, вот, а стройное расположение мыслей. Здесь важный предмет для исследования. Я сказал, что восприемли тот, кто получает должное, что лазарь был праведен, как и действительно был, это показали Лона Аврамова, венец, награды, покоя, наслаждение, твердость, терпение. Но богач был грешник, нечестивый, бесчеловечный, преданный удовольствием и пьянству, предлагавший роскошную трапезу, жившую в таковом распутстве и непотребстве. Почему же ему, говорит Аврам, что восприял, что следовало воздать ему, человеку богатому, развратному и бесчеловечному, что следовало воздать ему? Почему Аврам не сказал, принял, но восприял? Восемьсот пятьдесят три. Обрати внимание на эти слова. Ему следовали мучения, ему следовали наказания, ему следовали скорби. Почему же не сказал Аврам, ты принял их, но воспринял доброе твое, то есть ту жизнь, а лазарь злое? Напряги же ум твой, я спускаюсь в глубину мыслей. Из всех существующих людей одни грешники, другие праведники. Заметь различие между праведниками. Один праведен, а другой еще праведнее. Выше стоит этот, а иной и его превосходит. И как есть много звезд, и солнце, и луна, так есть различие их праведников. Иная слава солнца, иная луны, иная слава звезд. Одни выше славы, а другие ниже. Каковы тела небесные, таковы тела земные. И как между этими телами иной олень, иной собака, иной лев, иной какой-нибудь другой зверь, иной аспид, иной еще что-нибудь подобное. Так есть различие и в грехах. Итак, между людьми одни праведные, другие грешные. Но и между праведниками великое различие, и между грешниками великое и беспредельное. Послушай же, хотя бы кто был праведен, хотя бы был тысячу раз праведен и достиг до самой вершины, так что отрешился от грехов, он не может быть чист от скверны. Хотя бы он был тысячу раз праведен, но он человек. И кто похвалится, что имеет чистое сердце, и кто дерзнет сказать, что очистил себя от грехов. Притча 29. Посему и повелено нам говорить в молитве, и остави нам долги наши, чтобы мы, постоянно употребляя эту молитву, вспоминали, что мы там подлежим наказаниям. Даже Павел, апостол, сосуд избранный, храм Божий уста Христовы, лира духа, учитель вселенной, обошедший земли и море, исторший терния грехов, посеявший семена благочестия, тот, который был богаче царей, могущественнее богачей, сильнее воинов, мудрее философов, красноречивее риторов, который, ничего не имея, обладал всем, тенью своей разрешал узы смерти, одеждами своими прогонял болезни, поставил трофеи на море, восхищен был из третьего неба, входил в рай и проповедовал Христа Бога. И он говорит, хотя я за собой ничего и не знаю, но тем не оправдываюсь. Он, который стяжал так много и таких добродетелей, говорит, но испытующий все есть Господь. Итак, кто похвалится, что имеет сердце чисто, или кто дерзнет сказать, что очистил себя от грехов? Невозможно человеку быть безгрешным. Что ты говоришь? Такой это правден, милосерд, нищелюбив, но и он имеет какой-нибудь недостаток, или обижает несправедливо, или тщеславится, или делает другое что-нибудь подобное. Нет нужды исчислять все. Иной милосерд, но часто не целомудрен, а иной и целомудрен, но не милосерд. Этот справится одной добродетелью, а тот другую. Пусть будет кто-либо праведен, но часто и праведный, имеющий все добродетели, и начинал гордиться этой праведностью, и гордость вредила его праведности. Фарисей, постившийся дважды в неделю, не был ли праведен? А что он говорит? Я не такой, как прочие человеки-хищники, неправедные. Нередко человек с чистой совестью впадает в гордость. И если не повредил ему грех, то вредит гордость. Не может человек быть совершенно праведным так, чтобы быть чистым от грехов. И с другой стороны, не может ни один человек быть столь злым, чтобы не иметь какого-нибудь, хотя малого, добра. Например, такой-то похищает, предается любостяжании, вредит, но иногда подает милостыню. Иногда бывает целомудрен, иногда говорит доброе слово. И хотя одному человеку оказал помощь, иногда плакал, иногда сокрушался. Таким образом, нет праведника без греха, нет и грешника без всякого добра. Что было не в истерии Ахава? Он сделал и похищение, и убийство. Однако так как он стал сокрушаться, Бог говорит Илье, видел, как умилился Ахав. Видишь ли, в какой бездне грехов нашлось еще некоторое малое добро? Что хуже Иуды, предателя, пленившегося сребролюбием? Однако и он сделал потом некоторое, хотя малое добро. Согрешил я, говорит он, предав кровь неповинную. Порочность, как я говорил, не такова по свойству своему, чтобы добродетель при ней не имела места. Овца никогда не может быть свирепою, потому что она от природы кроткая. Волк никогда не может сделаться кротким, потому что он свиреп от природы. Законы природы не нарушаются и не колеблются, но остаются неизменными. Но во мне этого нет. Я бываю и свирепым, когда захочу, и кротким, когда пожелаю, потому что я не связан с природою, но одарен свободным произволением. Итак, нет, как сказал я, не столь доброго человека, который бы не имел немалого пятна, и нет столь злого, который бы не имел немалого добра. Так, за все есть воздаяние и за все есть возмездие. Хотя бы кто был убийца, хотя бы был нечестивец, хотя бы корыстолюбец, но сделал что-нибудь доброе. Будет ему воздаяние за это добро и за пороки, которые он совершил, доброе не останется без награды. Так же хотя бы кто совершил тысячу добрых дел, но сделал что-нибудь худое, будет ему возмездие за это худое. Удержи это, соблюди твердо и непоколебимо. Повторяю опять то же, чтобы укоренить это, чтобы насадить и положить в глубине души вашей. Дьявол наводит на душу какие-нибудь заботы, чтобы ввести в ваш ум заблуждение и изгладить из него слова мои. Поэтому я и внедряю их в глубину. Если здесь сбережешь их верно, то и вышедший отсюда не можешь утратить их. Как положив золото в кошелек, я завязываю и запечатываю его, чтобы вор и в мое отсутствие не взял золото. Так я поступаю относительно вас, возлюбленные. Непрестанным повторением мучения закрепляю и запечатываю. Ограждаю ваш ум, чтобы он не растерялся от беспечности, но чтобы мне, лучше сохранив его, здешней тишиной отклонить внешнее смятение. Итак, сказанное мною есть немногословие на слова заботливости, любви и желания учителя, чтобы слова его не пропали. Говорить об этом мне не тягостно, а для вас полезно. Я хочу научить, а не просто показать себя. Итак, нет праведника, который бы не имел греха, и нет грешника, который бы не имел добра. А так как есть воздаяние за все, то смотри, что бывает. Грешник получает за добрые свои дела соразмерное воздаяние, как бы немало было это добро его. И праведник получает за грех свое соразмерное осуждение, хотя бы сделал какое-нибудь малое зло. Что же бывает и что делает Бог? Он определил быть возмездию за грех и в настоящей жизни, и в будущем веке. Если кто праведен, то сделал что-нибудь худое, и пострадав здесь подвергся наказанию, ты не смущайся. Но подумай в самом себе и скажи, этот праведник когда-нибудь сделал какой-либо малый грех и получает возмездие здесь, чтобы там не быть наказанным. Опять, если увидишь грешника, предающегося хищению и корыстолюбии, и делающего множество зла, и однако благоденствующего, то подумай, он сделал когда-нибудь нечто доброе и получает здесь благо, чтобы там не требовать награды. Так и праведник, если терпит какое-нибудь бедствие, то получает возмездие здесь, чтобы здесь сложить с себя грех и отойти туда чистым. И грешник, преисполненный зла, имеющий множество неисцельных болезней, предающийся хищению и корыстолюбию, для того наслаждается здесь благоденствием, чтобы там не требовать награды. Так как и Лазарю случалось совершать некоторые грехи и богачу нечто доброе, поэтому Авраам и говорит, здесь ничего не ожидай, ты получил доброе твое там, а Лазарь злое свое. А чтобы тебе убедиться, что я не без оснований говорю это, но что действительно так, Авраам говорит, восприял благая твоя, какие? Ты сделал какое-нибудь добро, зато и восприял свое богатство, здоровье, веселье, власть, честь. Тебе ничего уже не следует в воздаянии. Воспринял доброе твое, а Лазарь ни в чем не согрешил? Нет, согрешил и воспринял злое. Когда ты получал благая, тогда и Лазарь злое. Поэтому ныне он здесь утешается, а ты страдаешь. И так, когда увидишь, что праведник наказывается здесь, почитай его блаженным и говори, этот праведник или сделал грех и наказывается за него, и отходит туда чистым, или наказывается сверх меры грехов его, и избыток праведности вменится ему. Там бывает расчет, и говорит Бог праведнику, моего у тебя столько-то. Например, Бог вверяет ему 10 оболов, и в счет ему ставит 10 оболов. Если же он употребит на дело 60 оболов, то Бог говорит ему 10 оболов, засчитывая тебя за грех, а 50 вменяяй в праведность. А чтобы тебе убедиться, что остальные вменяются ему в праведность, припомни, Иов был праведен, непорочен, справедлив, благочестив, удалялся от всякого порочного дела. Но тело его наказано было здесь, чтобы там он мог требовать наград. Ибо что говорит ему Бог? Не думаешь ли оправдаться передо мною? Итак, если и мы покажем терпение, подобное терпению праведных, если и мы покажем искусство, соразмерное с добродетельной их жизнью, то получим благо, уготованное святым, любящим Бога, которых досподобимся всем и благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.